В прошлом году марка Митсубиши порадовала фанатов эксклюзивной версии Аутлендера под названием Black Edition. Тогда новинка привлекла особое внимание молодой, активной аудитории, которая ценит яркие дизайнерские решения. Главной отличительностью и особенностью прошлогоднего спецтиража оказался черный декор кузова, а в салоне за уникальность отвечали новый дизайн дверных панелей и красная отстрочка кресел, дверей и органов управления. Кроме того, лимитированная серия имела водоотталкивающую комбинированную обивку сидений, и это оказалось особенно полезным дополнением для молодых семей, в которых есть дети. Технические характеристики и интеллектуальная начинка автомобиля оставались прежними, поэтому под капотом скрывались прекрасно зарекомендовавшие себя бензиновые двигатели, а под кузовом знаменитая система полного привода. Мы не случайно вспомнили ту машину. В этом сезоне российский офис трех бриллиантов решил закрепить успех. Аутлендер Black Edition вернулся улучшенным и дополненным. К списку отличий теперь добавились черные крыши и спойлер, а кузов ради большего визуального эффекта отныне решено красить только белым перламутром. Притом доплата за черное издание осталась крайне скромной. Mercedes-Benz, презентуя бронированный S-класс, поначалу ограничился лишь несколькими снимками, но после мюнхенского автосалона выдал подробности. Итак, броневик построен на основе длиннобазной S-ки. Немцы подчеркивают, что салон может быть четырех- или пятиместным, то есть из гаммы выпал самый длинный пульман, то есть трехрядный лимузин с развернутым вторым рядом сидений. Интересно, что под капотом прописался заслуженный 12-цилиндровый двигатель М279, который среди не бронированных S-классов доступен только Майбахам. Кроме того, бронеседану впервые достался полный привод. Немцы нахваливают хитрый электромеханический механизм дверей, который учитывает уклон дороги и с помощью сенсоров распознает, когда и как нужно открывать или закрывать дверь. Стеклоподъемники неожиданно перешли с электрического на гидравлический привод. Броня убережет пассажиров от очереди из автомата и остановят бронебойную пулю, выпущенную из снайперской винтовки Драгунова. А еще Мерседес уточняет, что при сертификации броневика применялись сверхсовременные биофиделлические манекены. Это фигуры людей, что реалистично имитируют человеческое тело со всей структурой, костями и тканями.